всем привет у микрофона олег гром и перед вами замок навесной от производителя час час расшифровываются как чебоксарский агрегатный завод замки они делают давно действительно сделано в россии есть гос но сейчас обо всем по порядку в данной модификации усиленность защита 7 замок модели vs2-23 так случилось что понадобился навесной замок да такое бывает поставляется он в блистере и здесь по пиктограммам можно увидеть в принципе все основные какие-то характеристики да что вот у них там какие-то награды были в 100 лучших товаров что 30 лет там примерно срок службы что до минус 40 что и зимой и летом и вообще проверено у т.к. и автозапирание такой перечеркнутый ключик то есть вы когда защелкиваете на дужку она закрывается не нужно вращать ключом для кого-то это может быть важно с обратной стороны степень защиты гарантия 18 месяцев но здесь есть сноска которая уведомляет нас о том что гарантия 18 месяцев со дня продажи но не более 3 лет со дня производства и вот день производства вы его так вот особо не увидите пока не откроете блистер у меня 02 08 22 года вот то есть ему уже почти два года будет через полгода ну то есть полтора года где-то примерно прошло здесь под этой надписью да то есть проверка подлинности на сайте проверяется и плюс еще идет вот в комплекте наклеечка такая на объемная даже металлическая что это магнитик не магни нет какая-то наклейка ну короче прям не знаю как как будто что-то такое купил что google смотрите еще один момент много споров ведется о том смазывать не смазывать производитель здесь указывает что рекомендуется периодическая смазка механизма секрета синтетическим техническим маслом а при низких температурах применение размораживателя не применяйте излишних усилий чтобы ключ ну в общем избежать скручивания и и поломки комплект один замок три ключа кольцо для ключей упаковка вкладыш при обнаружении дефекта ну и так далее душка закалена тв ч минус 40 мразоустойчивость и любой замок на котором написано что он там морозоустойчивый в любом случае его придется размораживать тем или иным способом и в принципе вот такой вот дисковый механизм как он финский называется или что-то такое он наверное отчасти предпочтительнее будет потому что там нет вот этих вот пружинок штифтов как в английских замках да таким с тонким ключиком здесь ключик имеет вот такой вот профиль вот такой вот профиль он имеет вот наверняка вы что-то наподобие видели ключ очень легкий при этом довольно толстый я думал что это такое вот два два и семь видите думал что это такое думал тут написано в избежании скручивания попробовал как-то там согнуть еще что-то сил особо не хватает его надо реально зафиксировать и сильно гнуть так что если и скрутить это очень сильный значит но не очень сообразительно вероятно может быть то что ну размораживать или все равно приходится применять это наверное единственный замок который я встречаю что он завода просто в смазке там литол или что-то такое то есть там ее столько много что вот при вставлении ключа его вынимание он тут же я уже несколько раз просто делал просто вынимаешь он весь в смазке в такой вот этой в желтый ну как будто литол или с холидол или что-то такое то есть ее там очень много вот так он выглядит замок снизу ничего нету в литье здесь сток видимо для воды если будет она попадать здесь значок как который обозначает что это час да так и написано логотип может быть он менялся время от времени может у них здесь еще какой-то номер партии раньше писался или для каких-то особых производств душка написано закалено вот почему выбор пропал на час именно они на какие-то другие стоимость до стоимость на момент приобретения вот на момент съемки этого видео он стоит где-нибудь от 600 до 900 рублей плюс минус зависит от жадности продавца сайта удаленности ну и так далее в общем множество еще всяких вариантов как вам повезет так и вы его найдете подделок тоже более чем достаточно похожих внешне замков миллион все пытаются быть похожим на этот час ну вот сейчас оригиналы во всяком случае с 22 года идут в блистере носу судя по ходу дате производства но я думаю и чуть ранее тоже блистер хороший запаковано все очень сложно мне кажется подделать блистеры еще плюс там наклейку положить вот эту штуку ну вот если у вас этого ничего нету причем он рельефный вот эти вот штуки они тоже выпуклые вот это вот выпукло видите то есть тоже своеобразная степень защиты от подделок мне так кажется я так думаю здесь какой-то qr-код не знаю куда он ведет наверное на сайт ну сайт у них есть называется че блок точка ру можете туда зайти посмотреть степень защиты но какие-нибудь умники придут скажут что замок этот для честных людей точнее честных людей кто захочет тут откроет да это и так все понятно и очевидно вы не открываете здесь какую-то истину секрет поле шинели тоже как бы это для меня что было важно чтобы была надежность до чтобы была какая-то надежность я рассматривал другие модели от этого же часа я уже не помню эти все номера но вот сошлись звезды именно на этом потому что есть автоматическое запирание от пирания вот и степень защиты повыше материал на сайте указан здесь материал алюминий алюминиевый корпус не силу мин на каких-то сайтах пишут силу мин на официальном сайте написано алюминиевый корпус но не знаю вот сами смотрите там есть госты всякие вот наш нужно по ним наверно смотреть хотя госты наверное все-таки регламентирует там степень защиты сколько времени он вскрывается да то есть и так далее тому подобно комбинации ключей если не ошибаюсь 7000 комбинаций это не супер много да опять же замки распространенные ну 7000 все-таки шанс есть что вам попадется замок с таким же ключом как там еще другой какой-нибудь замок потому что ну так вот это устроено но тем не менее в отличие от китайцев которые открываются как судя по всяким видео пальцем здесь такое дело не проходит диаметр дужки 12 миллиметров и мы видим 2 действительно 12 расстояние между сколько 130 100 говорит 33 2 вот тут вот от самой верхней точки до самой нижней 36 сам замок габариты 55 и 270 и ширина но это узкое место самое возьмем самое широкое если я достану до туда 34 опять же точность штангенциркуля можете ставить под сомнение это неповеренный прибор так что такая штука открываем проворачиваем идет очень мягко и вот так вот отщелкивается здесь нет вообще ничего то есть сквозного отверстия никакого нет замок так как он алюминиевый да то есть ржаветь ему особо нечему разве что душка и может быть механизм но здесь есть куда водички убираться а сам механизм набит смазкой и опять же как я смотрел на сайте ролики там искал вот эти все что там тоже используется какой-то металл стойки к коррозии вот в принципе что еще могу добавить он довольно ну то есть легенький хотя с виду кажется таким большим но после какого-то нибудь чугунного корпуса это выглядит конечно полегче по поводу там силу мин или алюминий или еще что-то такое если есть ли разница и вообще качество качество есть разница качества очень мало видео я смог найти про час вот эти вот но из того что читал на форумах и и прочим я так понял что особо-то быстро не получается его как-то сломать вот этот материал алюминиевый он достаточно вязки то есть тоже не получается там как-то вырвать и выломать безусловно сломать можно все только вопрос времени наверное самое самое интересное ну вот мне такой вариант замочка вполне себе понравился есть варианты не автоматические того смущает именно автоматические варианты там есть люди которые вот прям против таких вот отщелкивающих якобы их там очень легко открыть китайские возможно да возможно и легко открыть вот а вот он весь смазочки эти ключик такие которые не китайские которые с гостами всем прочим их уже нелегко причем разница можно взять китайца который будет стоить примерно в тех же ценах иногда даже и дороже но у меня нет лично у меня нет уверенности на то есть а по госту ли сделано с какими нормативами выполнен как чего и где внешне может быть китайские замки красивше но так вот ком кто искал что-то наподобие обратите внимание сам я потратил очень много времени в поисках этого всего просто банально потому что ну вот если отчет такое ищу я еще очень долго нудно и сам трачу кучу времени вот снял это видео для вас чтобы вы потратили там 20 минут времени они там неделю-две поиски постоянное чтение форумов для себя в бюджетном сегменте я обнаружил только вот такие варианты есть у них еще варианты которые стоят подороже чем 1000 рублей там до 2000 они еще более там у них усиленная защита пом 9 класс и есть варианты с чугунным корпусом кому важен именно чтобы был чугун вот этот чтобы он тяжелый был в руках и все такое прочее и такие тоже есть но они стоят подороже я взвесил все за и против да то есть выбирая замок ну все должно быть соразмерно если вы вешаете на сарай какой-то замок который стоит дороже чем весь сарай и содержимое внутри то конечно это выглядит странно поэтому смотрите сами решайте сами для запирания там не знаю калитки какой-нибудь что-нибудь такое да вот такой момент вполне себе подойдет у китайских всяких копий все прочего вот это вот штука она из видео того что я видел и на форумах что пишут она там либо пластиковая либо какая-то еще в общем не металлическая она легко выдирается вообще плавится чуть ли не зажигалкой ну и так далее тому подобное вот ну а все кто скажет любой можно открыть да если захотят бла-бла-бла да понятное дело нужно перестаньте вот это я сколько я читал сколько это всегда вот эта куча комментариев 85 процентов бесполезных комментариев о том что но если захотят то откроют это и без тебя ясно господи серьезно думаешь все глупые такие один трудно что ли это всегда удивляют такие люди ну вот из всего что было цена качество мой выбор пал на этот замочек долго искал решил вот вам рассказать вот так вот свет закрывается какой-то люфт там есть но достаточно минимальная не знаю такое обычно такие они есть ключи я не показываю как они чего выглядят потому что это мой замок я не продавец замков да и вам тоже рекомендую не показывать ключи как где чего там какие расположения секретности всего прочего если вдруг решить снять какой-нибудь видео ответ но все вроде бы все на этом посмотрим сколько прослужит написано 30 лет у меня стоял но это уже все я закончил дальше такое история у меня стоял апекс он стоял на лет 10 или больше такой чугунный и в дождь и в мороз но это еще тех лет он был давно куплен да сейчас я их посмотрел они мне не понравились и цена у них такая же либо выше но но качеством не как бы нет и степень защиты у него сильно проще да то есть так что так что я свой выбор сделал если вам это помогло как-то вдруг думаете сами если вы ищите какие-то гаражные замки ой это отдельная песня час тоже делать но там помимо самого замка еще надо делать там на гараже на воротах всякие там мешающие приспособления их целая куча и в интернете этих видео миллионы если есть материалы и инструменты сможете сделать и сами в принципе вот поэтому это мой рассказ про замочки для для такого да то есть там для калиточки для ворот там для сарая так что такое вот для гаража там отдельная песня может быть для внутренних каких-то помещений опять же да вот если что такое мощное а еще интересный момент он пришел да вот в блистре есть место для 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 ключей но ключи были развернуты и спрятаны под замком развернуты так чтобы секретность видно не было меня это очень удивило может это просто совпадение да то есть они лежали вот таким образом что не было видно секретности и они были одеты на дужку вот так вот и душка естественно была закрыта все это в блистере я читал комментарии когда искал замки это все ни один такой комментарий был находил под разными замками что люди жаловались реально ставили плохую оценку потому что они возмущались что пришел замок а ключи на колечке вот на этом одеты и замок закрыт и они не могут их открыть и тут я понял что в принципе ну все понятно я надеюсь вы же понимаете да что можно снять ключик заводного колечка и открыть замок и снять все заводное колечко но для кого-то современном мире это непосильная задача дальше думайте сами решайте сами если кстати подскажете что-то еще из бюджетного там до 1000 но при этом чтобы там и гост и защита и все прочее навесной и и при этом ну вот будет интересно если напишите в комментариях вот потому что я только видел только жуткий китай который мне совершенно не нравится и в общем как бы вот как то так а это вполне вполне хорошая вещь на мой взгляд все на этом спасибо за внимание берегите себя микрофона был метатрон подписывайтесь все как обычно в описании и на экране успехов и и и и и и